всем привет вы знаете сколько я уже на ютубе я думала удивить меня уже ничем невозможно но оказывается такое может быть когда-то несколько лет назад у меня тоже такой вот был всплеск крик души и я выпускала одно видео она у меня знаете как на одном дыхании произошло просмотры кстати на него до сих пор идут это видео было о маме самвела адамяна но потом как-то я решила не буду я лезть чужую судьбу не буду я лезть чужую жизнь но вчера меня просто поразило ну сказать до глубины души это наверно ничего не сказать иногда в ютубе выскакивают нарезки из тик тока я иногда и включаю иногда не не включая ну как-то так и вот нет вчера попадается небольшое видео там по моему что-то было звонок гульнас и думаю ну посмотрю что там как там брат самвела но собственно говоря гульнас там практически ничего не было а там он играл с каким-то парнем кстати я честно говоря эти тик токи не понимаю как они там играют как они там как-то зарабатывает деньги но это второй вопрос он играл начаться с парнем довольно таки молодой парень и они играли на вопрос-ответ значит кто выиграет тот задает вопросы и отвечать нужно обязательно ну и я так поняла что выиграл этот парень и он задает вопрос самвелу когда у него был первый секс на что сам был говорит ты имеешь ввиду впереди или сзади то есть там или там мальчик немножечко опешил почему говорю мальчик потому что он довольно таки молодой он в два раза моложе самвела он говорит ну и там и там когда это будет два вопроса в общем короче начала отвечать что первый секс у него как у мужчины произошел в 16 лет с девушкой по моему в чехове а он говорит а там как а там говорит это было на остановке когда мне было пять лет знаете я когда услышала его ответ у меня наверно голос его так стали вы можете себе представить что с этой семьей не так мальчик пришел на остановку где у него был секс мы все зрители которые смотрят его долгие годы он всегда скрывал о том что он не той ориентации хотя если честно сказать я абсолютно ровно отношусь к таким людям которые разные ориентации это их жизнь это их им нравится пожалуйста но некоторые скрывают некоторые об этом прямо говорят кстати недавно я тоже смотрела какое-то видео и одного парня начали обвинять что он гей он говорит если бы я был правда гей поверьте я бы себе уже такой контент сделал и у меня боже говорит просто бабки рекой текли но горит я не не по мальчикам но это и так немножечко отвлеклась и вот он значит рассказывает о том что у него было на остановке и в этот момент я так понимаю что его подруга или знакомая приятельница как хотите керри которая живет в киеве может быть многие знают керри и гарик и она ему написала прекрати рассказывать хватит ты уже наговорил не надо замолчи ну конечно откровения такие честно говоря я конечно не ожидала может быть он был немножечко не в себе может быть он был выпивший хотя похоже было что он был выпивший что он вот развязался у него язык ну просто я вам хочу сказать извращенец в полном смысле этого слова потом он начал рассказывать у него был вопрос к ему он любит мужчин или женщин а он говорит мне все равно мужчина или женщина я люблю душу ну в общем начал выкручиваться но я не знаю вы знаете просто я давно как-то стараюсь уже давно его не смотрю стараюсь если даже что-то попадается там нечего смотреть раньше было раньше были интересные видео были очень интересные видео просто кино сериал смотрели все как бы смеялись но последние наверное года два может быть даже уже и больше уже тех видео не стало которые были видео это в основном особенно последний год это в основном одни оскорбления одни маты смотреть такое ну это себя не уважать я так понимаю и тем более там это мама которая если она не молчит значит она орет тычет фигуры из трех пальцев и потом вот эти проклятия которые бумерангом возвращаются и вот это видео ну у меня просто просто снят слов ребята как можно он еще говорит что да я себя люблю такой какой я есть и мне ни за что не стыдно и я абсолютно ни о чем не жалею но дело все в том что вы понимаете что это смотрят его сотрудники когда-то один человек мне сказал одно дело сомневаться а одно дело когда ты другое дело когда ты наверняка знаешь если даже у него в театре некоторые сомневались о его ориентации то сейчас он все открыл открытым текстом открытым текстом все рассказал все все сказал я конечно понимаю что у человека с детства была нарушена психика потому что семья наверное было еще так и какое там воспитание о чем мы о чем можно говорить если человек в пять лет попробовал секс сзади 16 лет он бросил все и уехал кто давно смотрится в элоте видели какой был худенький маленький мальчик вообще ребенок он на 12-летнего больше был похож он бросил все и мама ему ничего не сказала он бросил все и уехал и делал себя сам и воспитывал и кормил и поил он рассказывал как он ночевал на вокзалах когда ему негде было жить и у мамы не болело сердце где сыночек а сейчас когда маме пришлось тяжело то никто кроме самуэла ее не обхаживает и приобрел приобрел квартиру он ее лечит он ее поддерживает у нее никогда не было столько драгоценностей у нее никогда не было долларов которые она считает ну как же так как же так не знаю конечно если он считает что это не позор если он считает что об этом можно говорить на весь экран на весь youtube тем более его смотрят очень много людей смотрит очень много и та же сестра ира и тот же брат эдичка и родители колины и он ничего не стесняется абсолютно сотрудники в театре кстати последнее время я что-то не знаю по моему он что-то уже о театре не говорит ну наверное все таки он поедет коле потому что они уже друг без друга не могут но это их вопрос я о том как можно было на весь youtube или это тик ток но уже она в ю тубе появилась рассказать о своих детских даже не знаю как это назвать извращениях полном смысле этого слова в общем такое у меня сегодня видео знаете опять крик души я как-то вот старалась вообще ник никому не лезть не в душу ничего но тут просто уже у меня про получился взрыв пишите что вы думаете по этому поводу хотелось бы почитать ваше мнение